приветствую всех друзьям на своем канале сегодня у меня такой древний смартфон htc hd2 модель по моему b81100 совершенно безумных денег стоил когда-то лет пять назад на данный смартфон вот сегодня будем менять тачскрин дисплейный модуль точнее не реагирует замена будет стоит 50 евро так он выглядит сборе стекло экран в принципе их можно заменить по отдельности что умеющий стоимость замены и так давайте разберем снимаем крышку никак не реагирует проблема может быть в самом стекле вот сломать тачскрин очень легко достаточно поддеть не зная не зная конструкцию самого тачскрина достаточно поддеть вот так и под стеклом находится матрица тактильная матрица причем не пластиковая стеклянная она моментально трескается она очень тонкая тач перестает работать возможно отстегнулся шлейф вот этот вот видеть шлейф тачскрина который пристегаются к шлейфу экрана сейчас разберем посмотрим что проблема снимаем четыре болта отверсткой на т5 первые дисплейный модуля который менял на данной модели было давно стоили по 150 евро тогда сейчас какие-то технологии растут цены падают этим смартфоном уже никого не удивишь тем не менее с ними еще ходят в европе таким образом сняли заднюю крышку снимаем соединяем этот разъем давно не разбирал термопаста здесь у нас присутствует еще колоксельный кабель отстегиваю обращаю внимание на вот этот вот кабель это кабель передних кнопок нижних аккуратно с ним очень потому что раньше очень часто их рвали снимаем раскручиваем три серебристых винта вот здесь вот внизу поднимаем плату снизу вот здесь у нас находится разъем дисплейного модуля здесь вот у нас соединяется с материнка основной шлейф таким образом снимаем термопластик с разъема дисплейного модуля далее отстегиваем шлейф точнее отстегиваем сам разъем таким образом отодвигаем шлейф еще точно такой же разъем тоже снимаем термопластик давайте посмотрим снимем металлический скотч вот он разъем тот самый покажу поближе видите вроде все в порядке проверьте драйвера вот возможно что проблема кроется в них смотрю под микроскопом все нормально в нашем случае скорее всего повреждена тактильная матрица поэтому будем менять ее так приступим к снятию дисплея дисплейного модуля довольно неудобная конструкция конечно была разработана в то время снимается вот отсюда видите да тактиль дисплей таким вот образом срезаем двусоронний скотч видите стегнули опять же следите за вот этим кабелем нижних кнопок чтобы не оторвать его внимательнее с другой стороны срезаем двусторонний скотч старайтесь не деформировать среднюю металлическую рамку металлическая чтобы потом не выпрямлять ее таким образом без нагрева без термофена мы сняли дисплейный модуль в хорошем состоянии далее друзья очищаем поверхность снимаем старый скотч я снимаю таким металлическим шпателем очень серьезно он у меня заточен бывает такое что даже он режутся пальцы зато очень удобно очищать от старого скотча любые поверхности металлические пластиковые на старых моделях как это на новых моделях снимаем весь старый скотч потому что он будет мешать впоследствии когда мы поставим новый дисплейный модуль он должен полностью без зазоров прилегать к данной рамке иначе будут зазоры потом между верхней рамкой и дисплейным модулем убираем очистили здесь пластиковую поверхность тоже очищаем и так и так это это и и и и и и итак внизу осталось итак дочистил я на паузе нашу рамку так должно выглядеть после очистки здесь 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 вверх все должно быть чисто давайте сейчас проверим проверим наш дисплейный модуль ставим кнопки вставляем дисплейный модуль в рамку такая конструкция у нас получилась ставим материнку таким образом застегиваем дисплейный модуль и кабель шлейф нижних кнопок сюда в отверстие просовываем вставляем кабель ставим включаем смартфон батарея должна быть заряжена перед тем как менять дисплейный модуль зарядите батарею хорошо ждем пока телефон загрузится телефончик загрузился реакция пошла замок передвинулся тач работает как видите кнопки все в норме можно смело менять тупить немного ввиду того что старая модель и так включаем смартфон болты в сторону снимаем материнку снова кабель отстегиваем дисплейный модуль проклеиваем проклеиваем дисплейный модуль нашим скотчем и 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 Продолжение следует... 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 Аккуратно, не повредите его... Продолжение следует... 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 Клик есть, вставляем батарею, включаем смартфон, проверяем еще раз. Сим карта, закручиваем 4 винта в заднюю крышку. Карта клиента, лучше их конечно снимать. Таким образом, друзья, мы поменяли с вами тачскрин, точнее дисплейный модуль на АЧД 80100. Модель с вами был Гландов. Всем спасибо за внимание. До свидания.